Друзья, всем привет, с вами Яков. Ну и сегодня мы с вами разберем охотника на демонов, который будет атаковать генератором самонаводящаяся стрела. При этом будет использоваться еще новый сет охотника на демонов, это шестерни мертвых земель. Что касается сета, что касается геймплея в целом, то вполне возможно все это будет еще и дорабатываться. Это, скажем так, первый взгляд. Как можно играть с помощью этого охотника на демонов? Ну там, сами понимаете, все это будет улучшаться, обновляться сет, видоизменяться. Но пока он такой. И, как говорится, не судите строго. Что сет, если вам не понравится геймплей? Что, допустим, меня? Ну, мало ли что не понравится. В любом случае, это всего лишь тестовая сборка. Ну и с ней я вас сегодня познакомлю. Если интересно. И давайте незамедлительно к этому разбору мы и перейдем. Поехали. Итак, здесь никаких гибридов не будет. То есть мы будем использовать полностью весь сет шестерни мертвых земель. Это перчатки, наплечники, головной убор, броня, штаны, а также ботинки. Естественно, как только мы на себя наденем сет, у нас запустятся все три его бонуса. Благодаря первому бонусу мы будем получать эффект импульса, когда нашим генератором будем попадать по противнику. И вот такой один эффект длится 2 секунды. Ну, а максимальное время действия это 10 секунд. Хочу отметить, что всего мы имеем 10 зарядов этого импульса. Ну и вот за каждую такую секунду время действия этого импульса мы будем повышать наш урон на 10%. То есть максимально мы сможем поднять свой урон на 100%. И кстати, тут такая небольшая ремарка. Что касается этого первого бонуса, то его немножко компания Blizzard изменила. Раньше мы свой урон могли поднимать за количество этих импульсов. То есть чем больше этих импульсов висит на нас, а максимальное количество было и есть 10, тем больше мы урона будем наносить. То есть на 100%. А сейчас именно в течение 10 секунд. Наверное, текущая реализация этого бонуса смотрится лучше. Почему лучше? Потому что изначально, чтобы наносить больше урона, мы должны постоянно-постоянно-постоянно поддерживать эти 10 импульсов. А сейчас, по сути, мы должны добиваться того, чтобы эти импульсы на нас просто висели. Допустим, набили 10 стаков. Это означает, что в течение 10 секунд они будут тикать, тикать, тикать и тикать в обратную сторону. Ну а пройдя такой период, это означает, что мы поднимем свой урон на 100%. Ну и единственное, что нам остается делать, это просто эти стаки поддерживать. А забегая вперед, скажу, что поддерживая эти стаки, мы будем и поднимать свой урон, и поднимать свою защиту. Но об этом чуть позже. Далее у нас идет второй бонус. Когда мы будем поддерживать обстрел, и на нас будет действовать этот импульс. Обращаю ваше внимание, что эффект этого импульса отображается на нашем генераторе. То есть, когда мы атакуем противника и по нему попадаем, то на нашем генераторе будут появляться цифры. Так вот, эти цифры, это и есть эффект импульса. Так вот, если на нас будет висеть хотя бы один такой импульс, ну и когда мы будем поддерживать умение обстрел, мы будем применять наш последний генератор. То есть, по сути, атакуя обстрелом, мы будем атаковать как самим обстрелом, так и генератором последним. Кроме того, когда мы будем работать обстрелом, будет повышаться наша скорость перемещения, Ну а также мы будем получать меньше урона А вот тоже благодаря третьему бонусу мы будем повышать наш урон от генераторов на 10 тысяч процентов Следующий сет, который нам пригодится, это оплот воли Который состоит из двух колец Это умеренность и сосредоточенность И благодаря этому сету мы будем повышать наш урон на 50 процентов за каждый вид атак То есть атаки, которые накапливают ресурс, а также атаки, которые этот ресурс тратит За счет одной атаки и за счет второй атаки это будет повышаться урон на 50 процентов Ну а так как этот баф мультипликативный, то суммарно урон поднимется на 125 процентов То есть это тоже имейте в виду Далее, что нам пригодится, это пояс гнев охотника Ну и с помощью этого пояса наши генераторы будут атаковать быстрее, а также наносить больше урона На запястьях у нас находятся обмотки ясности Ну и когда мы будем атаковать генератором, мы будем получать меньше урона В течении 5 секунд В качестве амулета я использую ожерелье по прыгушке Для того, чтобы наносить больше урона, когда не получаю урон Ну а если вдруг я этот урон буду получать от противников Этот урон противники будут больше наносить на 50 процентов Но только при первом попадании Что касается наших рук, то в одной я использую арбалет утренний зарян Для того, чтобы наше умение возьметь, где быстрее откатывалось Но во второй руке я использую арбалет камара танкип Дабы добавить к моему умению обстрел дополнительную руну Это парящая тень, которая по сути будет меня ускорять Что касается самосветов, то я использую проклятие племенных, проклятие сильных А также силу простоты Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе Рубрика бижутерия и там у нас кольцо уклонения Для того, чтобы мы получали меньше урона, когда будем использовать умение дымовая завеса Рубрика броня и там у нас покорители подземных глубин Эти штаны будут бафать наш урон от основных умений, то есть от генераторов Ну и что касается вооружения, то там у нас находится колчан 9 ранец цири Ну и с помощью этого колчана наша самонаводящаяся стрела будет постоянно пробивать противников насквозь Кроме того, будет подниматься урон от этой стрелы Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах Итак, основной наш урон мы наносим с помощью нашего генераторного умения Это самонаводящаяся стрела Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в двух приметах Это в нашем поясе, а также в штанах Наша стрела наносит урон от холда Поэтому поднять этот стихийный урон мы можем тоже в двух приметах Это с помощью наших наручей, а также с помощью амулета Еще один параметр, который нам не помешает, это КДР То есть уменьшение времени в восстановлении умений Он нам нужен для того, чтобы постоянно на нас действовало умение возмездия Я его прокачал до 40% Но что касается дополнительных роллов, то в принципе не помешает скорость атаки Ну и мало ли, допустим, на кольцах какой-нибудь средний урон И это все, что касается нашей экипировки А теперь давайте разберемся с билдом Что касается пассивок, то я использую три, которые будут повышать мой урон Это засада, стрельба, а также твердая рука Ну и последняя бдительность это воскрешалка Теперь давайте разберем активное умение Первое возмездие и мрачная душа Под действием этого умения я буду и больше урона наносить, и меньше урона получать Дальше вверх клинков и клинковая броня Благодаря этому скиллу я буду получать дополнительную защиту в виде брони На изготовку и сосредоточие С помощью этого скилла я буду в течение времени восполнять себе концентрацию Дымовая завеса и сдвиг С помощью этого скилла я буду ходить в тень Правда всего лишь на одну секунду Но при этом я себя буду ускорять А самое главное запускать кольцо уклонения Что будет повышать мою защиту Далее мое основное умение Это самонаводящаяся стрела С руной разрушительная стрела С помощью этого скилла я буду наносить свой основной урон Ну а по сути запускать это умение Я буду с помощью умения обстрел и морозный след Ну и когда я буду работать с обстрелом Я буду и генератором противника атаковать А также получать меньше урона И это все что касается нашего билда А теперь давайте разберемся с геймплеем Ну что ж, давайте для начала поговорим Как вообще мы будем бафать свой урон Ну и этот урон собственно говоря наносить Когда мы начнем атаковать противников Нашим генератором, нашей стрелой Мы будем получать эти импульсы И напоминаю дорогие друзья Что эти импульсы нам надо добить до 10 штук А потом каждую секунду мы будем тратить этот импульс И вот по истечению работы этого импульса в течение 10 секунд Мы поднимем урон от генератора на 100% То есть если импульс исчезнет, то и баф исчезнет Это значит, чтобы опять добиться этого бафа на 100% Мы должны опять ждать 10 секунд Так вот, чтобы этого момента не происходило Мы должны постоянно-постоянно-постоянно поддерживать этот импульс На 2 единицах, на 3 единицах, на 10 Как получится? В любом случае, когда работает этот импульс Мы можем поддерживать умение обстрел А самое главное, при поддержании обстрела Этим же генератором мы будем отковать За счет обстрела Ну по сути, работая обстрелом Раз в 5 секунд, мы должны пару раз выстрелить генератором Во-первых, чтобы по лунценно работал наш основной сет И по сути эти импульсы не спадали А также, чтобы запускать второй сет Оплот воли Потому что одно из умений это наша стрела Второе из умений это наш обстрел Обстрелом мы будем работать постоянно Поэтому этот баф не спадет А генератором, как я сказал, раз в 5 секунд мы должны выстреливать Кроме того, что будет запускаться данный сет Также будут запускаться и наши наручи А значит, мы будем получать от противников меньше урона Также внимательно смотрите на наше кольцо уклонения И как только баф вот этого кольца спадает А мы его запускаем, напоминаю, с помощью умения дымовая завеса Мы должны дымовую завесу запускать вновь Дымовая завеса расходует нашу концентрацию Поэтому, как только концентрация у нас будет заканчиваться То прожимайте умения на изготовку И изготовка будет в течении времени Вам эту концентрацию восполнять Так что, по сути, проблем с этим у вас не будет Безусловно, постоянно и под кату Прожимайте ваши два умения Это возмездие Потому что под действием этого скилла Вы больше урона будете наносить Меньше урона будете получать Но второе умение это верх линков Для того, чтобы поднять свою защиту Вот, дорогие друзья, такой геймплей Во всяком случае, я его таким вижу Ну и так его понимаю То есть, главное, что требуется понять Исходя из текущего сета Это то, что максимальную прибавку к урону За счет импульса Мы получаем в течении 10 секунд И, по сути, поддерживая, поддерживая Поддерживая эти импульсы постоянно В течении портала Мы время действия этого эффекта будем продлевать Но при этом, поддерживая обстрел Мы этим генератором противников и будем дамажить Вот такой геймплей Что вы о нем думаете Пишите в комментариях под видео Ну а я с вами прощаюсь Благодарю за внимание и за просмотр Не болейте и желаю удачи В сезонном походе Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать Все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков Пока Субтитры сделал DimaTorzok